Приветствую вас! И в данном случае игручки есть символ того, что вы получали в детстве через них. Возможно это символ защищенности, символ непринужденности, определенности, надежности, легкости и так далее. Именно это то, в чем вы сейчас нуждаетесь, и это именно то, почему, это именно то разобращение, что почему-то отсутствует в вашей жизни, и это именно то, к чему вы подсознательно стремитесь. Но, поскольку наиболее полная, наиболее яркая ассоциация этого у вас связана непосредственно с игручками, то вы потому и скучаете по этим самым игрушкам. Соответственно, если это так, то тогда необходимо более четко выявить, что они вам давали, что вы чувствовали, когда играли с ним, и постараться подумать, что сейчас, в данный момент времени, вы можете сделать для того, чтобы это чувство возродить. Но, надо сказать, что в детстве вы испытывали это чувство определенным образом. Сейчас вы будете испытывать его несколько иначе. И не нужно думать, что вы сможете возродить это чувство в той форме, в той интенсивности, в той силе, как у Керима, оно было в детстве. Такого, конечно же, не будет. Сейчас вы уже человек взрослый и ощущаете все несколько по-другому. Иначе и чувство будет у вас другое. И ощущаться вами оно будет совершенно не так, как раньше они вам представлялись и представляются сейчас. Исходя из этого, нужно сказать, что когда вы поймете, что вам нужно для того, чтобы вот эти чувства возродить, нужно занимать ожидания по поводу того, что вы получите, когда эти чувства к вам придут. Потому что, скорее всего, результат будет совсем не такой, который вам ожидается, потому что он идет из детства. А вы уже совсем другой человек. И то, что в детстве, оно осталось в прошлом. А вы получите то, что можете получить, как взрослый и зрелый человек. И вот занижение ожиданий поможет вам получить истинное наслаждение от того, что вы возродите те чувства, в которых вы нуждаетесь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучше. Буду благодарен.